Что очень, к сожалению, сильная тенденция к тому, чтобы этим законодательством не было употребляться. Рюхин активист антифашистского движения, но при этом не принимал участия никаких силовых или боевых акций. То есть можно сказать, что просто открыто выражал свои взгляды. Пошел на один из рок-концертов вместе с своим приятелем Егором Томским. У него на нем висели антифашистские значки, собственно говоря, фашистские молодчики и среагировали именно по этим значкам. Напали на него, зверски его избили, Егор Томский успел убежать, а его фактически ритуально убили, ударом ножа в сердце. Ну, все убийство очевидное. При этом следственные органы на удивление заняли профашистскую позицию. В данном случае уголовное дело по убийству было переквалифицировано в уголовное дело по хулиганству. И любые идеологические моменты из этого дела были старательны. Дело Рюхина очень четко показало, что нацистский миф о том, что они борются с инородцами, это является не более чем мифом. Для них, их объектами нападения, жертвами являются именно те люди, которые пытаются хоть как-то сопротивляться вот этой вот, ведущей сейчас в министриме волне на создание патриотического, державного, националистического общества. В принципе, тоже есть такие либеральные антифашисты-сова, ну, как бы они такие же, как бы, публичные антифашисты, и они давали, ну, они много интервью дают, и в частности, как бы, по всякой антифа-деятельности они давали интервью. И они говорили, что они, в принципе, обеспокоены вот таким вот радикальным молодежным антифашизмом, потому что люди реально получают, ну, жизненный опыт, неуважение к законам, как бы. Вот, что, в принципе, это основное, что человек выносит из этого, из своей антифа-деятельности. И мне кажется, это очень анархично, и очень, не очень хорошо, что это, получил такое массовое распространение и в Москве, и по городам. И это реально уже сотни людей, вот, и у них, то есть они реально учатся, не знаю, какому-то сопротивлению без центрального лидера. Субтитры создавал DimaTorzok А в 2003 году образовалось большой, как бы, опыт, как не у мацистов. То есть было около 45 человек, да, они собирались в центре города, да, ну, на байберах, на подкатах, раздавали посудистые концеты, то есть их не ссылком, их запихнули, говорили, вот, если ты сейчас, если я не умею, что ты через три метра пройдешь и не начнешь ее читать, да, мы тебя доходим и вынесем там, тебе ищутся, да. Теперь такого абсолютно нет. Раньше, то есть я приходил, я был панком с ракетом, я приходил на концерты, я видел, что рядом с ним самопытик не у мацистов. Я видел, что как-то панки, которые такие, которые как начинающие, как-то просто немного прогнившиеся панки, они чувствуют силу, да, что вот он стоит, вот, да, херает и к ним у мацистов. Они потихонечку, потихонечку, чувствуя силу, они к ним прибиваются, да, потихонечку начинают черпать идеи. Ну, насчет Иркутска сейчас, что я могу сказать? У нас тоже есть там определенный список там всяких партий, есть там националистические, распространенных везде по всей России. Есть, естественно, банхеды, малочисленные. В основном они там, как и везде, футбольные хулиганы. До определенного момента фашистов вообще нет. То есть многие команды прекратили существование Иркутска в определенный момент. И это поняли, что музыка уже ничего не добьется, что нужно приходить к прямому действию, то есть нужно приходить к борьбе. В прошлом году вот был момент, когда мы сказали, даже в этом году, что все фашистов в городе Иркутска больше не было. И можно собирать, начать заново, то есть концерты, все это заново, нормально заниматься творчеством. Но вот был, короче, инцидент, даже инцидент, большая трагедия в городе Ангарске. После чего официально выступает губернатор и говорит, что в Иркутской области нет никакого фашизма, это напалили там местные какие-то годники, проходят еще день-два, и он официально заявляет, что да, в Иркутской области есть неомарцисты, ему около 60 человек, мы за ними всеми наблюдаем. То есть как они наблюдают? Если он говорит, что мы за ними наблюдаем, он прекрасно знает, что был пешок на экологике. То есть получается, что люди свыше, они прекрасно знали об этом, что почти нет. Просто это было пешок. Мир фашизм у всех властей, по-другому для властей, смесь фашизм у всех властей. Мир народам, война властям. Мир народам, война властям. Антифакт! Фашизм в Питере есть, как во власти, так и на улицах города. Довольно распространен бытовой фашизм. Но если брать банов, то по сравнению с тремя годами назад их стало резко меньше. Хотя, конечно, часть из них переквалифицировалась в оклофутбольных хулиганов. Ситуация с фашизмом сейчас, на мой взгляд, несколько изменилась. За последнее время я не могу сказать, что она стала лучше, не могу сказать, что она стала хуже. Она просто немножко изменилась. Групп фашизмских молодежных стало меньше. Но они стали более радикальны. Все чаще используют оружие. Все чаще доводят дело до убийства. Ну и стали появляться некоторые политические объединения правого толка, которые, на мой взгляд, имеют какое-то будущее. Народу дохуя. Это модно. Но очень опасных людей, нациков, их мало. И это дети. Они все больше и больше радикализируются и переходят от каких-то акций в стиле футбольных фанатов к радикальным акциям в стиле индивидуального трона. То есть, услеживанию и устранению каких-то определенных людей. Ну, может быть, не определенных людей, но вот именно запугиванию, причем убийств. Последнее их громкое напоминание о себе было примерно год назад. Тогда они порезали двух индусов, один из которых скончался. Примерно в то же время они прыгнули на активистов НБ. Опять-таки, пацифисты. Они боятся нападать на как бы скинхедов и хулиганов. И даже на панков не так часто. И в основном нападают на пацифистов. Надо заметить, что наше движение в Санкт-Петербурге, по крайней мере, существует всего в организованном плане около трех лет, наверное. Такое было или менее, когда мы уже стали что-то делать. И, то есть, я считаю, что в сравнении с Западом и даже с той же, например, Москвой мы еще находимся в стадии зародыша. Поэтому я думаю, что мы растем медленно, но растем, и это, безусловно, пазитивно. Антифашистов, ну, если честно, больше тридцати для нас это очень большая редкость. Ну, в смысле именно готовых к бою. Так-то после концерта можно вывезти на улицу до полутора сотен. Вот. Но я-то не показатель. То есть у нас и апполиты там, если что-то подпишется, и не убегут. Я имею в виду, там, модов. Всяких, вот, лысых, аполитичных. Они говорят, да, это говно, это неправильно. Вот взять тех же панков, да, вот, лысые, скинхеды, антифа, там, шапы, там, вся хуйня. Ну, они на акцию не берут панков, ну, акции прямого действия, там, пизды дать кому-нибудь, потому что они им не доверяют. В Питере в основном скинхеды и... и кэжуал. Ну, панков очень много, антифашистов, но они не являются, вот, милитант. То есть очень много людей, которые поддерживают, но, то есть, в силу неких обстоятельств они не могут постоянно быть готовыми к бою и их сложно мобилизовать. милитант. Их, милитант. милитант.